У нас ждет 1 декабря так называемый Всемирный день борьбы с ВИЧ-инфекцией. Эта инфекция актуальна для каждого человека, особенно для молодых людей, в силу того, что даже обычные половые связи, которые без средств защиты, в частности без барьерных способов, это без презервативов, могут привести к заражению ВИЧ-инфекцией. Даже порой такое бывает, что приходят молодые красивые люди, беременные женщины. Мы их обследуем и выявляем этот страшный диагноз. Потом в дальнейшем, конечно, их наблюдаем, лечим. Ни в коем случае не идет никакой дискриминации. Но, тем не менее, жизнь после этого переворачивается. Часто приходилось и приходится, к сожалению, придется в дальнейшем сталкиваться с подобными проблемами, с подобными пациентами. Но мы активно работаем. Вирус иммунодефицита может существовать в организме человека в течение 10-12 лет, никак себе не проявляя. А на начальные признаки его проявления многие люди не обращают должного внимания, принимая их за симптомы других, на первый взгляд, не опасных заболеваний. Если вовремя не начать процесс лечения, наступает конечная стадия ВИЧ – СПИД. Наряду с риском развития СПИДа повышается и риск появления других инфекционных заболеваний. В первую очередь вы, именно каждый человек, каждый мужчина, каждая женщина могут позаботиться о своем здоровье, избегать, скажем, беспорядочных, случайных, опасных половых связей. Даже совершенно, вот казалось, на первый взгляд, надежными людьми. Также, ну, в меньшей степени, я думаю, это актуально, это путь передачи через шприцы. То есть мы все прекрасно понимаем, что наркомания – это тоже путь никуда, даже гораздо более опасный, чем сама по себе ВИЧ-инфекция. В более редких случаях это идет путь передачи от матери к плоду, транспроцентарный, так называемый. Но, как правило, при условии регулярного наблюдения женщины, при условии ее регулярного лечения, часто рождаются даже здоровые дети, у которых впоследствии при последующих контролях не подтверждается ВИЧ-инфекция. Статистика по России, в данном случае, порядка более 700 тысяч ВИЧ-инфицированных. Определенное количество уже находится в поздней стадии, около миллиона умерли. По всему миру зарегистрировано больше 80-85 миллионов людей, имеющих ВИЧ-инфекцию в той или иной стадии. На данное время больше 30 миллионов уже умерли от ВИЧ-инфекции. И тенденции к росту, они сохраняются. Так же, как и в других странах, те же самые пути передачи ВИЧ-инфекции. Надежная защита остается только за поведением каждого человека, за поведением каждого из нас. Еще немного статистики из серии актуальности. Мы все живем в Чувашии. На данный момент зарегистрировано около полутора тысяч ВИЧ-инфекции. Большинство из них наблюдаются, большая часть получает лечение, но некоторые не соблюдают все правила лечения. И много приезжих, особенно со Средней Азии, из других городов, республик, которые еще не знают о ВИЧ-инфекции. Мы тоже о них пока не знаем, до тех пор, пока они все-таки не придут, не обследуются. И все-таки еще раз помните о том, чтобы не допускать незащищенных половых связей. В рамках данного месячника, посвященного борьбе с ВИЧ-инфекцией, в нашем учреждении можно будет сдать анализы на совершенно бесплатной основе. Или даже на протяжении всего года, то есть просто обратиться к любому врачу, и мы уже выпишем все необходимые анализы для контроля и диагностики.